Добрый день! На телеканале РБКО УФА региональные новости мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Владимир Путин официально вступил в должность президента России еще на 6 лет. Церемония инаугурации состоялась в Александровском зале Московского Кремля. События транслируют все федеральные каналы. В современной истории России инаугурация избранного президента проходила 7 раз в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Российское законодательство детально не регламентирует порядок вступления в должность президента. Конституция требует от новоизбранного главы государства принесения торжественной присяги, текст которой зафиксирован в основном законе, в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и судей Конституционного суда. В остальном детали церемонии определяются службой протокола президента. В число гостей церемонии также входят кавалеры ордена святого апостола Андрея Первозванного, герой России, кавалеры ордена за заслуги перед Отечеством, представители деловых кругов, основных конфессий, участники штаба избирательной кампании и доверенные лица губернаторы. Во время проведения инаугурации используются символы президентской власти, штандарты и знак президента Российской Федерации, а также специальный экземпляр Конституции. После произнесения текста присяги Владимир Путин обратился к народу России. Благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства. Беречь Россию и служить нашему народу. Также известно, что на церемонии инаугурации прибыли главы восьми государств, в том числе Казахстана, Кубы, Белоруссии, Туркмении и других. В числе гостей дипломаты. По Конституции автоматически отправляется в отставку правительству, но сохраняются кресла с приставкой в Рио. Теперь к другим темам. Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов стал вигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. По данным ведомства, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» госкомпания «Башкир Автодор» заключила договоры с коммерческой фирмой на перевозку строиматериалов для реконструкции дороги. В мае 2023 Клебанов, будучи членом совета директоров «Башкир Автодора», потребовал от подрядчика 5 миллионов рублей за покровительство и помощь в получении платежей за оказанные услуги. В противном случае угрожал препятствиями. В итоге предприниматели передали деньги. Преступление следком выявил совместно с региональным управлением ФСБ. По делу проведены обыски. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения к чиновнику. Сегодня глава Башкортостана своим указом освободил Клебанова от занимаемой должности. Ради Хабиров неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам. Совместно с правоохранительными органами он продолжит работу по очищению органов власти от недобросовестных людей. Александр Клебанов был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства республики в декабре прошлого года после отставки Александра Булушевой в связи с переходом на новую работу. Клебанов родился в августе 1976 года в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России. До июля 2021 года занимал пост замминистра транспорта Пермского края. Потребность аграрии в Башкортостане в льготных краткосрочных кредитах составляет 12 миллиардов рублей. Это более чем на полтора миллиарда или на 15 процентов больше, чем весной 2023 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. Известно, что сельхозпредприятия закрывают за счет льготных кредитов до половины всей стоимости весеннеполевых работ. По оценкам Минсельхоза в этом году посевная обходится в 24 миллиарда рублей. Это на 7,5 процентов больше, чем в прошлом году. Тогда на проведение весеннего сева аграриям одобрили 239 заявок на краткосрочные кредиты на 5 миллиардов рублей. Вместе с этим в нынешнем сезоне Минсельхоз России сократил субсидирование таких займов для Башкортостана. Лимит бюджетных средств, направленных на снижение процентной ставки в этом году, составляет 486 миллионов рублей, что на 37 процентов меньше, чем в прошлом году. С октября прошлого года мы активно подавали заявки на льготные оборотные средства. Это, напомню, до 5 процентов короткие кредиты. На сегодня Минсельхоза в России одобрено 460 заявок на 11,7 миллиардов рублей. Из 12 необходимых лимитов у нас в основном освоены. Остается небольшое количество для малых форм хозяйства, для фермеров. Кроме льготного краткосрочного кредитования, есть льготное инвестиционное кредитование аграриев. Предприятия республики в этом году направили в Минсельхоз России 39 заявок на сумму 3,5 миллиарда рублей. Из них одобрено в меньше половины – 17 займов. Сумма запрошенных средств уменьшена в 5 раз до 672 миллионов рублей. Башкортостан вошел в топ-10 регионов России по объему выдач кредитов наличными под залог. Республика расположилась на восьмой строчке. Банки с февраля по март этого года выдали 685 таких займов. Лидирует Москва. Там за месяц одобрили 1024 кредита под залог на сумму более 2 миллиардов 17 миллионов рублей. На второй строчке Московская область, где за год выдали чуть больше, чем в Москве, кредитов с гарантией, но с меньшим объемом – 1 миллиард 669 миллионов рублей. Следующий регион – Краснодарский край, где предоставили 665 займов на 974 миллиона. Четвертую строчку занимает Санкт-Петербург. В северной столице одобрили около 600 кредитов на 910 миллионов рублей. В Башкортостане, по данным Объединенного кредитного бюро, средний чек кредита – чуть меньше миллиона рублей. Деньги заимствуют примерно на 5 лет. В целом по России в основном кредиты берут под залог автомобиля и недвижимости. Бизнес, подпадающий под критерии для господдержки, активно пользуется услугами региональных гарантийных фондов, которые есть и в Башкортостане. У нас увеличивается спрос на нашу поддержку. За 6 месяцев текущего года мы заключили больше договоров, чем за 12 месяцев прошлого года. И эта динамика у нас продолжит оставаться. Мы не планируем сокращать объемы выдаваемых пара учительств, только расширять. Мы планируем заключить соглашение с большим количеством финансовых организаций и упростить предоставление пара учительств нашим предпринимателям. В этом плане мы работаем и с банками, и с предпринимателями. За первые три месяца этого года россиянам было выдано 54 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63 миллиарда рублей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года количество выдачи выросло на 18%, а объемы на 28%. Власти Башкортостана предоставили землю без торгов компании «Автогруз», которая намерена построить арматурный завод. Участок расположен в Демском районе Уфы. Проект сопровождает корпорации развития республики. Там подчеркнули, что заключение договора аренды позволит инвестору приступить к разработке проекта, составлению сметы и получить разрешение на строительные работы. В январе этого года инициативу рассмотрел инвестиционный комитет. Затем было заключено соглашение о защите и поощрении инвестиций. Руководство компании оценило объем вложений в создание завода в 158 миллионов рублей. Арматуру планируют производить из вторсырья, которое будет поступать от предприятия топливно-энергетического комплекса. «Арматура, получается, проходит по всем ГОСТам. По качеству не хуже, чем заводские, которые выпускают на заводах литье. Но в трубы используется металл более высокого качества. Вообще, ее очень большой объем арматуры. Ее получают со всех регионов, из Челябинской области. Завод, конечно, он будет маленький, но какую-то свою долю на рынке для строителей. Тем более, когда в сезон, я так, насколько знаю, никогда не хватает арматуры». По планам инвестора на арматурном заводе появится 24 рабочих места. Запуск предприятия намечен на 2026 год. У меня все к этому часу. Оставайтесь на РБК. Всего хорошего.